Всем привет! Это канал Девайс. Сегодня у нас на обзоре 7 лучших мониторов с 24 дюймовым экраном. И пусть на рынке не так много предложений для моделей с такими габаритами, я все равно постарался разнообразить подборку, включив игровые и рабочие решения. Поэтому смотрите видео полностью и не перематывайте, чтобы не пропустить ничего важного. Также не забывайте благодарить канал своими лайками, подписками и активностью в комментариях. И чтобы всегда быть в курсе всех последних событий, нажмите на колокольчик уведомлений. А мы начинаем! Первым по традиции будет монитор от компании Xiaomi, которая славится своими дешевыми и востребованными решениями, особенно на российском рынке. И пусть их основная популярность вызвана линейками смартфонов, в сфере мониторов они также способны создать конкуренцию. В данном случае это младшая модель Mi Display с минималистичным дизайном корпуса и практически безрамочным экраном. Позиционируется производителем как доступный продукт, рассчитанный на разные группы пользовательских задач. От работы с таблицами и текстом до возможности заниматься творческой деятельностью с любым видом графики. Игровой потенциал слабый, так как высокая скорость отклика и минимальная частота обновления в 60 Гц не позволят полноценно соревноваться в онлайн-играх с другими людьми. А вот в качестве домашнего монитора, на котором вы будете играть в однопользовательские игры, работать и совершать повседневные действия, Mi Display подходит просто идеально. Тем более тут неплохая плотность пикселей в 92 ppi. Конечная четкость выводимого изображения будет достойной. Уровень яркости в данной конфигурации всего 250 кандел на квадратный метр, что является стандартом для бюджетных моделей. Конструкция у корпуса такая же простая, как и сам дизайн, однако это не в ущерб качеству сборки. Тем не менее, у этого монитора имеются некоторые недостатки, главным, пожалуй, является отсутствие крепления веса. Также пользователи жалуются на отсутствие переходника под европейскую розетку. Впрочем, чаще всего это вызвано путаницей в магазинах, поэтому такие детали следует уточнять. Во всем остальном модель достойная и является популярным выбором среди пользователей. А это игровое решение от компании AOC. На российском рынке она не так популярна, но является уважаемой, особенно среди геймеров. За сравнительно небольшую цену вы получаете полный набор впечатлений от использования, сопоставимый с моделями намного более дорогими. Пройдусь по порядку. В первую очередь это монитор с прекрасным внешним видом и функциональным корпусом, который позволяет менять наклон и высоту дисплея. Подставка имеет тонкие ножки практически на всю длину монитора, так что устойчивость высокая. Да, рамки тут очень тонкие, но для киберспортсменов такие мелочи не играют роли, важнее железо. Самое выдающееся – это полноценный изогнутый экран с радиусом кривизны в 1500 мм. Покрытие глянцевое, разрешение матрицы, разумеется, Full HD, так что плотность пикселя обычная – 93 ppi. В плане яркости также ничего необычного – 250 кандел на квадратный метр. А вот частота обновления экрана за такую цену просто чудесная – 144 герца. Более того, это в комбинации с низкой скоростью отклика в одну миллисекунду, что делает этот монитор по-настоящему профессиональной периферией. Из недостатков я бы мог назвать лишь тип матрицы VA, однако многие наоборот отдают ему предпочтение, поэтому это скорее вопрос вкуса. В целом модель очень популярная и высоко оцененная, больше всего покупатели хвалят внешний вид, качество сборки и цветопередачу. Но очевидно, что ключевой особенностью является качественная матрица с высокой частотой обновления и низкой скоростью отклика. Если судить по отзывам, то каких-то заметных проблем у монитора нет, лишь незначительные придирки к различным деталям. Еще одна игровая модель на этот раз от популярной компании Samsung. Внешний вид солидный и многим приходится по вкусу, но лично меня напрягают толстые рамки, как у старых мониторов. В современных реалиях это выглядит неэстетично и может раздражать, если до этого вы пользовались безрамочным монитором. Впрочем, быть может, именно благодаря этому производители смогли добиться более прочной и надежной конструкции, так как покупатели ее хвалят. Железо немногим отличается от варианта компании AOC. Почти такой же 24-дюймовый экран с Full HD разрешением, плотностью пикселей 94 ppi и типом матрицы VA. Даже уровень яркости идентичен. Частота обновления в данном случае также составляет 144 Гц, а вот скорость отклика выше 4 мс. Проще говоря, это аналогия прошлого монитора с небольшими различиями в аппаратных возможностях. Даже экран изогнутый, но с другим радиусом кривизны – 1800 мм. Честно говоря, сложно однозначно сказать, какой из этих мониторов лучше в игровом плане, так как общая оценка у модели Samsung немного выше. Лучше всего в таких ситуациях визуально сравнить модели, проводя соответствующие тесты, если в магазинах есть такая возможность. Именно поэтому я рекомендую заглянуть в описание под этим видео, где я оставлю ссылки, по которым вы можете сэкономить при покупке и не ошибиться во время выбора. Что касается недостатков, покупатели жалуются на подставку, так как она занимает слишком много места. Третья игровая модель в этом топе. Производителем является компания LG, достаточно популярной и продаваемой особенно на российском рынке. Первое, на что обращаешь внимание – это необычный дизайн корпуса. С одной стороны он приятный, современный, но с другой стороны расстраивают толстые рамки. Впрочем, такие вещи никоим образом не оказывают влияния на аппаратные характеристики. Тут нет изогнутого экрана, зато присутствует неплохой потенциал в игровом плане. Тип матрицы TN, да, у нее отвратительная цветопередача и посредственные углы обзора 170 градусов по горизонтали и 160 градусов по вертикали, зато это автоматически означает низкую скорость отклика в одну миллисекунду, что является куда более важным для игроков. Более того, раз уж модель среднебюджетная и стоит примерно столько же, как две прошлые, мы имеем частоту обновления в 144 Гц и небольшой бонус в уровне яркости – 300 кандел на квадратный метр, что способно относительно улучшить качество изображения. Каких-либо других особенностей я не наблюдаю. Модель нельзя назвать универсальной, она исключительно игровая. Для просмотра медиа, контента или работы с графикой не подходит, так что вы должны четко понимать, на что идете, если рассматриваете данный монитор для покупки. Закончим с игровыми моделями и рассмотрим более распространенные и подходящие для домашнего компьютера. Начну с компании Asus. У нее множество предложений на разных рынках и при этом везде неплохая репутация, так что этот производитель один из лучших. Но что важнее, Asus предоставляет неплохой девайс за довольно небольшую сумму. Это по-прежнему Full HD разрешение и плотность пикселей в 92 PPI. Зато полноценная IPS матрица с прекрасной цветопередачей и углами обзора. Более того, в данном мониторе предусмотрена не мерцающая подсветка, что делает картинку еще более кристально четкой. Это очень важно при работе с графикой, чтобы глаза не уставали и корректно оценивали работу, которой вы занимаетесь. Что касается корпуса, о нем мало можно сказать. Подставка не предусматривает широкий спектр изменения положения, так что у вас не выйдет поднять дисплей достаточно высоко, как это можно сделать на примере других мониторов. Тем не менее, конструкция прочная, вряд ли у вас возникнут с этим проблемы даже на не самой устойчивой поверхности. Рамки тонкие, а все порты расположены так, что они не будут упираться в стенку. Также это является существенным плюсом для моделей с креплением ДЭСа. Яркость 250 кандел на квадратный метр, что более чем приемлемо за такую цену. Частота обновления матрицы 75 Гц. В играх вы практически не ощутите разницу, если до этого пользовались 60 Гц. монитором, но так или иначе, это скорее всего будет немного меньше напрягать ваши глаза. Отзывы в основном положительные, больше всего хвалят качество изображения и цветопередачу, в чем я не удивлен, так как в таких моделях на этом сделан главный упор. Аналогичная модель от компании BenQ. Довольно популярный производитель, особенно в бюджетном ценовом сегменте. По идее, мониторы этой компании часто нацелены на офисную сферу, но конкретно данный случай скорее народный, и это легко понять. Во-первых, большую роль играет дизайн. Он компромиссный, совмещающий в себе топорные и в то же время изящные формы. Если рассматривать внешний вид в целом, это чем-то похоже на корпус iMac. Вдобавок, производитель предусмотрел наличие тонких рамок. К сожалению, дисплею нельзя менять высоту, зато конструкция является чрезвычайно крепкой. Аппаратные возможности фактически идентичны прошлой модели. Full HD разрешение с типом матрицы IPS, неплохая плотность пикселей в 92 ppi и, разумеется, средний уровень яркости в 250 кандал на квадратный метр. Частота обновления составляет 76 Гц, а скорость отклика 5 мс. Учитывая дизайн, я бы советовал рассматривать этот монитор, если вам нужен дополнительный дисплей. Благодаря креплению веса его можно установить в удобное для вас место. Выглядеть это будет хорошо и вряд ли кто-то вам скажет, что это бюджетная модель. Тоже отмечают и покупатели, которые хвалят внешний вид. Впрочем, оценки качества изображения и цветопередачи также на высшем уровне. Единственное, что я заметил, это жалобы некоторых людей на слабое отображение черного цвета. Но это вроде бы можно исправить программным методом, должным образом настроив вашу видеокарту. И последняя на сегодня модель от компании Dell. Сразу же похвалить ее следует за действительно тонкие рамки, которые способны посоревноваться в этом плане с любыми конкурентами. Дизайн интересный, видно, что производитель уделил этому особое внимание. Конструкция похожа на прошлую модель, но с более угловатой ножкой, которая занимает больше места. Корпус дисплея также имеет острые формы, похожие на игровой дизайн. Полагаю, это способно многим понравиться. Порты расположены удобно по-современному, так что упираться они не будут. Считаю, что давно пора взять это за стандарт всем производителям. Железо мало чем отличается от моделей BenQ и Asus. Такое же Full HD разрешение, плотность, пиксели, яркость и остальные характеристики. Разве что набор разъемов отличается, но это едва ли важно, так как возможность подключиться по HDMI есть, я думаю у всех, даже если ваш компьютер старый. А большего и не нужно. Также вес в данном случае немного больше, что можно назвать небольшим плюсом для устойчивости. Модель не очень популярна у пользователей, но все равно имеет высокую оценку. И что важно, выше всего оценили качество сборки. При этом на подставку ругаются, это немного странно. Видимо форма не всех устраивает, так как она слишком громоздкая. Но следует понимать, что это очень бюджетная модель, с которой вы получаете полноценную IPS-матрицу и возможность заниматься любой работой. Что ж, топ 7 лучших 24-дюймовых мониторов подошел к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал и обязательно оставьте комментарий со своим мнением. А чтобы ничего не пропустить, нажмите на колокольчик. А на этом все, до скорых встреч.